Приветствую вас, друзья, на канал BBPlay, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Swiving the Aftermath. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Ну что ж, друзья, сегодня мы начнем, скорее всего, я думаю, что в этой серии мы и закончим развитие нашей базы, в связи с тем, что уже будет по максимуму все развито, все будет уже построено, все будет уже изучено, и осталось нам построить развлекательные комплексы, даже добывающий комплекс у нас есть, можем ради интереса построить еще для еды некоторые вещицы, которые у нас не построены, это в общей сложности, теплица и личиночная ферма, так как у нас мельница есть, столовая она здесь, все это у нас есть. Осталось нам развлечение, только осталось у нас что построить Радар у нас построен уже Развлечение у нас Библиотека, а у нас уже есть библиотека Арену построить Кинотеатр, игровой автомат у нас уже есть Кинотеатр и библиотека Арена сегодня у нас в планах Ну и может быть вы не будете По-постам какое-нибудь поле Еще высадим, но посмотрим По большому счету Итак, что у нас здесь У нас 6, ага, у нас минус 6 электричества у нас строится все дело, да? Так, хорошо. Так, это занимает очень много. 30 энергии убирает, забирает, вернее. Так. Металл. У нас, как видите, ресурсов просто дофигища. Сейчас мы не страдаем ничем от того, что все отлично. С жильем у нас тоже все отлично. По сравнению, конечно, с предыдущей частью, у нас 85 человек, да? Было у нас там за 300. У нас пока что никакого дефицита в людях нету. Детю наших у нас... Детей у нас 16 в связи с тем, что у нас мы приняли 8 детей. Так, кстати, о детях. Значит, мы, значит, что делаем, друзья? Построим мы школу для детей. Там нам надо построить 2 школы, значит. Потому что там, кажется, 10... Ой, блин. 10... 10 детей могут обучаться одновременно, да? Только не помню, где она находилась, блин. Сейчас, секунду, блин. Что-то, блин. Не, ну, как здесь она должна быть. Вот она, школа. Постараемся куда-нибудь засунуть ее. Ну, единственное, это место сюда засунуть, потому что она довольно-таки большая. По объему площади, да? Поставим рядом с мусорником. Даже еще одну можно поставить. Вот сюда, вот, да? Поставим сюда ее. Ну, чтобы было 2 школы. Я понимаю, что рядом с мусорником неэтично и некрасиво, еще очень ужасно, очень все печально. Ну, я бы, значит, вместо разрабов делал бы такую, значит, чтобы... Чисто... Она в игре не полная никакую роль, а чисто эстетически, чтобы, знаешь, как-то заборчики тут были вокруг, да? Чтобы это вот такая danger zone, то бишь опасная зона, да? Чтобы сюда не залазили, не делали. Просто не хочу сюда вот строиться, потому что здесь есть... Дома туда можно еще поставить во время этого прохождения. Не знаю, посмотрим. Ну, что я, конечно, продолжу играть в оффлайне, но вам тут уже больше нечего показывать, по большому счету. Итак, значит, что мы так построим? Мы сейчас построим еще... Нам надо построить развлекательную сферу. Арену построим. Арену мы построим где-нибудь, не знаю, вот здесь, например. Рядом вот сюда куда-нибудь забуглиниваем ее. Вот сюда. Отлично. Вот так. Арена. Так, у нас здесь у нас билетека, арена. Все нормально. Как раз все... Все почитали книжечку и ушли на арену. Что такое? Большая группа ворот. Группа ворота... Группа бродяг медленно приближается к вашим воротам. Их одежда покрыта грязью и запекшуюся кровью. Один из них говорит вам, банда разработников напала на наш караван. Мы еле успели убежать. Теперь нам нужно куда идти? Помогите нам, пожалуйста. Мы отдадим вам все, что у нас есть за лекарство и кровь. Кровь. Ну, давай возьмем. У нас... Так, у нас один человек без жилья. Так что-то мы сейчас исправим быстренько. Поставим дом один. Сюда может быть кто-нибудь забубенит его. Коммунальное жилье. Залазите сюда? Нет, не залазит. Ах ты жопа. А сюда? Тоже не залазишь, да? Ах ты жопа. Ну, ладно, тогда поставим куда-нибудь сюда, наверное. Рядом с ареной. Да, скорее всего, тогда будет нормально. Вот так, отлично. Окей. Второй... Ну, почему мы так меренно едем? На второй скорости мы не работаем так. Наши специалисты готовы. Машина где-то? У нас звуки машин добавили. Круто. А ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Отдыхайте. Значит, окей. Ладно, ну, пусть они отдыхают. Никуда мы никого не отправлять не будем. У нас все уже открыто, да? По большому счету у нас больше нечего открывать. Да, у нас все открыто. Нам так что очки не нужны пока что. Вот. Все у нас есть. Нормально. Все супер. Так, машина заправляется. Машина ремонтируется. Вот они. Здесь у нас красавицы. Машинки, я имею в виду. Так, хорошо. Что с энергией? 54 энергии и рабатывается плюсом. Я надеюсь, что в дальнейшем они поставят какие-то генераторы, блин, чтобы у нас, блин, не было проблем с этой энергией. Потому что, ну, ставить вот такую ахиллу большую, вот, вот, такой, ну, блин, как-то очень много места занимает. Ну, я не знаю. Ну, и надеюсь, может быть, когда-то мы сможем использовать ядерный отход. Мы только сейчас храним, храним, а смысла от этого большого никакого, по большому счету, нету. Ну, не знаю. Строительство закреплено, школа, отлично. Здесь школа, и здесь 66. Все замечательно. Да, играл 10 человек обучаются, 10 детишек обучаются. Специалисты готовы к работе. Нам это машины. Где наша машина? Надо машину заправить еще одну. Эти пусть отдыхают пока что. Я не буду их высылать. Может быть, потом я вышлю, когда все отхилятся. Так. Закрываем, закрываем. Это тоже закрываем. А, не закрывается, да? Окей. Окей, как скажете. Так, что мы еще можем построить? То, что у нас есть, и что мы можем использовать? Ну, построим мы, наверное, еще теплицы парочку. Теплиц парочку. Ну, там, сколько у нас энергии останется. После того, как мы построим арену. Так, у нас 50 отняли. Так, хорошо. Закончено строение. Отлично. Сюда еще одного человека добавим. Так, здесь у нас библиотека работает. Все отлично. Так, арена у нас построена. Дальше, что у нас? Кинотеатр, игровые автоматы. Мне же кажется, было игровые автоматы, да? Где-то. Это что? А, ну да, вот игровой автомат у нас уже есть. Значит, мы построим кинотеатр. Где-то вдали. Где-то будет, не знаю, ну блин. Тут у нас интерстуальные постройки, тут еще туда не ставить. А сюда куда-нибудь можно засунуть? А нет, сюда тоже не можно засунуть. А куда можно его засунуть? Надеюсь, ли мы сюда? А, Херс 2. Вот это тоже, я надеюсь, что это не избавится от этого дряния. Вот сюда, сюда поставим, потому что здесь у нас развлекательная система. Сюда и поставим. Пусть стараются здесь. Так, хорошо, отлично. Дальше, дальше что мы хотим сделать? Дальше мы построим... Что мы дальше построим? У нас по большому счету... А, я хотел построить парочку теплиц. Но это я хотел... Да не знаю, это построим, может быть, не там, здесь это построим. Одну, две. Торговый... Так, караван, у нас новые доступные какие-то торговые пути. Ну, наследие опять с биотопливом у нас не складывается вообще. Я хотел еще бензин установку построить. Ну, мы можем построить, но, блин, я не знаю. Так, что у нас там? Подожди, кто там? Может кто торгует подсолнухи? Может, надо сейчас... Я просто сейчас снаряжу одну экспедицию, откроем эти зоны и посмотрим, есть ли у нас тут какие-нибудь пункты торговые, которые... Это там максимум. Которые торгуют может семенами. Да, так, ладно. Тогда я никого не буду пока расправлять, потому что мало ли что. Так что, окей. Ладно, сейчас, короче, оснарядим экспедицию и покатаемся в округе. Итак, хорошо. Снаряжаем экспедицию. Итак, здравствуйте, смотрите, я, короче, езжу по всей карте и обнаружил фишку. Такое у меня ощущение, что разрабы меня смотрят и принимают какие-то решения. Помните, я говорил, что когда мы выходили из машины, нам надо было тратить все очки хода, да? Смотрите, что они сейчас сделали. Я даже не знал об этом, об этом обновлении мелким. Смотрите, мы вылазим, у нас остается еще три хода и мы, получается, то, что у нас было, мы не теряем ни одного хода действия. Молодцы, красавцы, наконец-то. И логичное завершение цепочки по поводу этого плана, да? То, что, ну, люди выходят, они тратят все очки действия и все, пиздец. вот, и вот, получается, такая фигня. Вот, видите, и тут все, выходим, и идем пиздить всех пацанов, и просто я ищу семена, может быть, я найду семена какие-нибудь, ну, навряд ли, может быть, не знаю, тут, нет ни черта, да? Как говорится, тут таблеточки и все остальное. Вот, видите, мы выходим, здесь три, мы тратим один ход только, и вот собираемся, что у нас здесь есть, да? Отлично, вообще шикарно, молодцы, красавцы, друзья. Ну, короче, друзья, в поисках я, семян, как только вернусь, как-то я ничего найду или не найду, я сразу подключусь, вернусь ко мне, друзья, обратно. Спасибо за ваше внимание, друзья. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Ну, что ж, друзья, я поездил по карте несколько, уже около час, наверное, да? И мы удалились найти семена лень, 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 как он называется? Кто он? Лен, да, семена лен, лень, 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 короче, да, вот, и, ну, что он выполняет, бывает, что он выполняет, то же самую фишку, что и пластмасс, когда там мусорник избираешь, он дает себе волокно. Ну, не знаю, зачем тогда волокно здесь, когда пластмассовой яме делаешь, тогда, скорее всего, это как-то нелогично, скорее всего, надо было просто бы туда убрать из пластика ткани, и было бы все нормально. не знаю, ну, разработчики работают над этим, но это радует, это все отлично, это все суперски. Продолжаем искать колонию, которая нам продавит, ставит семена подсолнуха, чтобы мы могли построить последнюю фишку под названием комбинат, да, как он называется у нас по большому счету, сейчас, секундочку, друзья, где у нас этот химкомбинат, который будет производить топливо и масло, да, вот такие дела, друзья. Ну, то что, ищем, как только найдем, сразу подключимся, друзья, не уходите, скоро вернемся. Ну, что ж, друзья, провел целую кучу времени, открыл всю карту, все, все уголки, все провазил, все посмотрел, все открыл, надеясь на то, что мы найдем какое-нибудь новое поселение, которое будет торговать с подсолнухом, и знаете чего, мы ни хера не нашли, вообще ничего, куча поселенцев приходили к нам, чтобы пожить у нас, и ни у кого таких семян не было, надеюсь, что это разрабы, конечно, шанс этого повысит в будущем, ну, чисто ради интереса мы можем построить комбинат, что нам для этого нужно, для этого нам нужно 20 кирпича, 40 металла, 25 пластика, да, и 10 конденсаторов, все это у нас есть, я его поставлю где-то здесь, так, у нас здесь индустриальная версия, еще здесь все здесь находится, да, сколько он потребляет энергии, полипроектной энергии 30, я уже к этому подготовился, у нас производство энергии получается 120, да, так что мы можем спокойно его построить, его построим, ну, нет у нас подсолнуха сейчас, я надеюсь, конечно, что я буду, вот видите, как я могу идти, нету ничего, ранения, 16, нам это пока не нужно, у нас достаточно много людей, и то их, для них всех работы не хватает, да, я, конечно, поиграю еще в оффлайне, надеюсь, может быть, что-нибудь-то мы найдем, но в общей сложности, друзья, мы развились по максимуму, опять же, да, видите, да, у нас некоторые смертей было, двое, из-за того, что у нас был рационный дождь, и у нас, от лучевой болезни погибли два человека, но я считаю, в общем сложности, за 111 дней прожитых две смерти, это вообще ничего, построили мы в оффлайне, пока мы строили, построил две ледничные фермы, поставил здесь кузнечиков и мучных червей, да, вот, выращиваются, да, они, ну, и две теплицкие, как уже, туда посадил новый ресурс, соевой бобы, да, вот, поставил парочку ремонтных мастерских, здесь одну, другую здесь, и еще одну сюда, чтобы они более-менее ремонтировались, да, вот, построил еще пару хранилищ для ледяных отходов на будущее, да, построил, опять же, 4 ветряка и 3 маленьких, да, чтобы у нас было достаточно энергии, что еще, что еще, ну, две вот цистерны построил, плюс еще 3 штучки водяных построил, водянки, да, вот, ну, и еще одну, еще одно поле посадил для пшеницы, так как у нас пшеница довольно-таки напряжена, в общей сложности у нас все построено, все, что возможно, да, сейчас начинается метеоритный дождь, ну, для меня это вообще как-то, главное, что в поле не попал, раз попадет в поле, он, значит, сразу, моментально уничтожит все поле, да, ну, по большому счету, опять же, это не пережено, что это, потому что у нас просто дохерища еды, нереальное количество, так что это вообще как-то не очень страшно, ремонтируемся сразу, да, еще один ремонт, по большому, по большому, чем быстрее вы сделаете ремонт, тем лучше будет, да, чтобы это не сломалось, да, ядерный отход, это, метеоритный дождь, это самая противная тема, да, потому что он может побить твоим, блядь, твоим зданием, но он, видите, как очень непродолжительный, да, ну, по большому счету, никаких потерь у нас нету, ставим, опять же, переместить рабочую зону для ядерных отходов, смотрим, что у нас здесь нужно, что можем почистить, ну, вот это можем почистить, чтобы здесь этого не было, этой гадости, да, все, блин, все, блин, склады почти что полные, да, так, это ремонтируется, это ремонтируется, хорошо, это ремонтируется, да, тогда надо еще один склад построить, да, давайте еще один склад и построим, вот такой складик, сюда забубеним, вот, Еще один. Что с крытым складом? У нас есть что-то там? А, крытый склад вообще 31 место только занял. Что это было? Что это было? Какой-то удар, опять же. Может что-то рухнуло? Но нет, вроде информации никакой не было. Ну да ладно, черт с ним. Так, что смотрим по... Ну тут принесут рейсики. Все у нас нормально. Вышли, посмотрим, что у нас с нашими... Ну так видите, да, я уже показывал. Все, я сейчас уже зачищаю бандитские лагеря, потому что мы не знаем, что у них там находится. Ну, навряд ли. Я вот перелазил все вот эти вещи, где можно посмотреть, что у них там есть, да. Нигде ничего подобного нету. Скорее всего, они будут в игру доставлены чисто через поселенцев, которые придут к нам, чтобы обосноваться жизнь. Так, что у нас здесь? Мы вот приехали на следующую бандитскую группировочку. Будем сейчас разбираться. Да, очень удобно они вот это сделали, то, что... Они не тратят... Не то, что удобно, это логично, что вот... Молодцы разрабы. У них только сейчас осталось построить... Сделать две смены на экскаваторах, да, чтобы они работали нон-стоп, а не то, что один человек только там работает. Ну что здесь у нас? Ну у нас тут химзавод. Ну даже мне это даже не надо. Ну, чисто ради интереса я, конечно, выпущу специалиста. ЧИСТО СОБРАТЬ. Больше он 150, сколько у нас. Ну, вроде бы такой более-менее аккуратный человечек. Что у нас здесь? Ну, этот уже приплыли. Они сейчас хилиться будут, да, у нас, вот. Потому что они там воевали, блин. Конан и Варвары. Что у нас здесь? Что за машинка? А, это тоже машинка направляется домой, так как у нас тут потерпевшие. Тоже дрались, очищали бандитскую зону. Вот. Такс, ну, постоянно монитору, конечно, торговые пути, но, как видите, Двудбери только хочет семян, а вот их нету, да. Вот убей их нету. И ни капусты нету. В этот раз как-то очень слабо нам приносят разные вещицы. Да, детки рождаются у нас из-за того, что у нас здесь пару домов. Они очень хорошо нам помогают. Да что ж такое, блин? Да что ж такое? Мне кажется, что тут взрывается постоянно на гер. Вот. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, вот сейчас придется строить. Будет строить. Ну, явно он будет простой, потому что у нас нету поля под эту заготовочку. Так, сюда еще заранее поставим сюда поле. Нам, может быть, может быть, когда-нибудь у нас тут появится, как говорится, так, а почему ты не ставишься? Не понял. А, потому что тут сухая зона, да? Или неровности, да? Ну, ладно, черт с ним. Иначе даже что мы сделаем? Мы не будем ставить ее здесь. Так, у нас био... У нас здесь довольно-таки хорошая плодородная земля. Поставим одну ферму сюда. Ну, и... не ферма, а поле. Другое поле вот сюда. Тоже сейчас это снесем. Да, он не позволяет, потому что эта шняга здесь... Вот это тоже мы сейчас снесем. Даже не знаю. Лучше так, может быть, поставить. Да, мы это сейчас снесем. У нас достаточно воды. Так, или можно так, как это забубеним. Да, даже вот так забубеним. Один. В большом счете нам это не нужно. Так как у нас достаточно все хорошо. Но! На будущее. Это что это? Подожди, это маленькие. Среднее поле отмена. Я думаю, что тут как-то, блин... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нам надо большое поле. Здесь у нас большое поле. Большое поле. Большое. Большое поле. Вот, сразу чувствуется, что... Это большое поле. Ну да, вот. Видите, у нас тут нет. У нас есть лен. Конечно, здесь можно пшеницу посадить. Но пока что мы ничего не будем здесь сажать. Пусть это стоит здесь. Это уберем. Человечка. Пусть он здесь не фигурирует. Ну, так видите, да. У нас химзавод построен. А вот маслица-то у нас нету, да. Даже если мы сделаем, просто ставим сейчас на паузу, чтобы он не тратил лишнюю энергию, да. Так что... Может быть, я надеюсь, когда-нибудь да мы... Добудем семена. Я, конечно, поиграю в оффлайн, как я уже говорил много раз. Чисто ради интереса. Потому что мне самому интересно, насколько, как это все будет происходить. Но, как понимаете, друзья, тут, блин... Ой-ой-ой. Получил по люлям. Ну, у тебя что здесь с хпшкой? Отлично. Собрали, да? Отлично. Супер. Хорошо. Вот. Так что такие вот делишки. Что у нас здесь? Они хилятся, хилятся, все хилятся. Отлично. Ну, вот такие вот дела, друзья. Так что максимальное развитие. 113 день. Две погибшие души, да. Печально, конечно. Что сделать? Я думал, что как-то без смертей. Но радиация сделала свое, да. Как говорится. Как видите, да. Две смерти, девять, катастроф, девятнадцать пришедших групп. Из них я взял только... Двенадцать. И... Потому что остальные приходили без всяких нужных нам ресурсиков. Без всякого... Без специалистов. Я пытался брать специалистов. Что такое? Ну... Праздник кого? Праздник кукурузы. Праздник лавли. Мы можем... Так, кукурузы. Давай. Кукурузу забубеним. Счастье восемь. Вот. Да, насчет разравов. Конечно, не знаю, как это. Кто-то, как они узнают. Вот это единственное. То, что вот, что мне тоже раздражает. Вот это там. Здесь еще одного человечка посадили. Вообще было бы шикарно разравовывали. Если вы смотрите, пожалуйста, введите еще одного человечка сюда. Вот. Почему-то на мануальной сборке у вас там два человека, да. А здесь один человек. Ну, нелогично. И производство... Из... Из... Этих... Как говорится, где это? Из вот... Где он-то, ешки-матрешки? Лезь... Вот. Из этого, да. Он производит гораздо быстрее. Из-за того, что у него один человек плюсом. Да. Да. Делать три металла, один металлолом. Да. Но это... А тут они делают что? Они здесь делают у нас сколько? Это что у нас? Металл? Да. А оно здесь делает что? Пять металла, три эти. Ну, блядь. Это жестковато, друзья. Ну, как-то логичнее подумать по вот этому. Сделайте меньше вот таких, да. Вот. Залежи, да. Не надо там по всей карте раскидывать эту систему. Вот. И сделайте две-три штучки. Все. Больше не надо. Зачем? Постройте склад для провизии. Что? Что у меня все склады забиты, блин? Твою же дивизию. Ну, давайте построим склад для провизии. Склад для провизии, да. Надо построить... Давайте построим даже пару складов для провизии. Куда мы их только сбубеним? Вот это вопрос. Куда мы их засунуть их надо? А вот сюда может, да? Один. Блин. Не целесообразное использование места. А сюда можем? Давайте сюда. Раз. Два. Даже три поставим. Лис получится, конечно. Нет, не получится. Ну, хер всем. Вот. Так что такие делишки, друзья. Ну, как говорится, максимальное развитие, опять же. Все у нас открыто. Все мы полазили. Все вырыли. Все порыли от могильника. А где люди? Тут же два человека должно было быть. Или они со временем как-то перерабатываются? Не понял. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Ну да ладно. Не в том суть. Так что, друзья. Большое вам спасибо за то, кто был и следил за полностью третьим обновлением сезона. Третьим эпизодом. Блядь. Третьим сезоном. И третьим обновлением. Будем продолжать, конечно, играть уже в следующее обновление. Надеюсь, что обновление не сломает сохраненные файлы. И мы сможем продолжить, опять же, с этого места. Так как иначе меня уже запарило. Все с нуля начали. Начали запаривать. Это не трудно. Это просто одно и то же показывать. С самого начала до конца нет смысла. Вот. Так что большое вам спасибо, друзья, за вашу поддержку. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментики. Нажмите на колокольчик. Если есть какие-то комментарии, советы по поводу игры. Если что-нибудь пропустил. Можно как-то иначе. Можете семена добыть. Пишите комментики. Оставляйте ваши пожелания. Ваши советики обязательно прочтем. И учтем, друзья. Так что большое вам всем спасибо. Всего доброго времени суток. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok